Пожалуйста, ради бога, пощадите. Меня дома ждут малые дети. Они так и да хотят кушать и ждут папу. Какой корявый почерк. Писал, как курица лапкой. Попробую всё же разобрать. Если вы читаете это, значит я уже мёртв. Я отправился на поиски тонкого человека по имени Слендер. О нём я узнал от папы-свина, который жил у него какое-то время. Мне, как журналисту, было жутко интересно повстречаться с этим существом, которое, по словам того же папы-свина, было довольно добрым внутри и страшным снаружи. Добравшись до его пещеры и с трудом отыскав глубокую дыру, которая вела в логово Слендера, я начал спускаться в неё по верёвке. Но какое великое разочарование я испытал, когда понял, что верёвка была короткой и не доставала до дна метров пять. Это же очень и очень много. Это всё равно, что спрыгнуть со второго этажа. Я решил выбраться из пещеры и вернуться домой. Но тут меня ждало очередное разочарование. Я не смог найти выход. Тогда я всё-таки решил прыгать в дыру. Я искал её. Искал несколько дней. Но второй раз уже не нашёл. Нужно было оставить какие-нибудь метки. Но я этого не сделал. Поэтому виноват сам. Умираю от голода и холода. Надеюсь, попаду в рай. Прощайте. Высота пять метров? Для меня это немного. Я ведь лучшая в школе по спортивной гимнастике. Найти бы только эту дуру в логово. Возьму верёвку. Мертвецу она уже ни к чему. Что такое? Я уже была тут. Получается, я целый час ходила по кругу? О нет! Неужели и меня ждёт такой бесславный конец, как и этого несчастного? Ведь я так же, как и он, заблудилась. Голодная, как волк. И замёрзла, как собака. Нужно разжечь огонь. Хорошо, что я с собой хоть спички взяла. Вот и записки от тонкого человека пригодятся. Не зря собирала. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Так как же? Сквозняк из того прохода всё потушил. Эврика, если сквозняк дует оттуда, значит, скорее всего, там выход. А вот и она, долгожданная дыра. Получается, тут бедняга умер в двух шагах от неё. Даже не догадываясь об этом, пора спускаться вниз. Это моя единственная надежда выжить и найти тонкого человека. Да, тут действительно высоко. Не советовала бы кому-то прыгать с такой высоты. Можно ногу сломать запросто. Но когда на кону стоит жизнь, делать нечего. А-а-а! Я цела. Повезло. Как говорится, темно дышать и воздуха не видно. Темень такая, что хоть глаз выколи. Вижу только маленькую светящуюся точку. Пойду в её сторону. Значит, это и есть логово Слендера. Осталось только его найти. Я ему задам трёпку за то, что чуть не погубил меня. Тут есть кто-нибудь? Тихо, как в гробу. Кажется, нет никого. Или прячется. Ничего себе. Да тут же целый склад сладостей и всяких вкусностей. Пора утолить мой зверский аппетит. Пожалуйста, ради бога, пощадите. Меня дома ждут малые дети. Они так и да хотят кушать и ждут папу. Дайте мне ящик вкусных конфет, и я уйду. Я дам вам самые вкусные конфеты с нашего магазина. И чтоб вы мне были здоровы. Только прошу вас, не тройте меня. Вот, пожалуйста. Вам они понравятся, это вкуснее, чем кушать человеков. Спасибо. Я, кстати, ничего такого делать и не собирался. Не люблю кушать людей. Просто мне нужны конфеты для моей новой гости. Я просто попросил их у вас. А вы любезно согласились мне их дать. Так и да, конечно, любезно согласился. Только прошу вас, больше не приходите к нам. Я отдал вам самые лучшие конфеты, что у нас были. Если вам нужно еще, то лучше посетите соседний магазин. Шоколадный заяц Рашпен. У него их есть очень много, чтоб я так жил. Хорошо. Попозже зайду и к шоколадному заяцу. Ведь мне нужно много сладостей. Чтобы моя гостья была счастлива. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok